На самом деле вторую панельную дискуссию мы решили посвятить социальным и экологическим аспектам устойчивого развития. Но в первой дискуссии проблемы образования не могли не вынести отдельно, потому что все-таки обучение затрагивает все стороны нашей жизни и с этого начинается профессиональная деятельность. Однако варианты сохранения людей, бизнесов, технологий, они невозможны без рассмотрения различного влияния процессов, проектных процессов на нашу жизнедеятельность. Все, что делает человек, не проходит бесследно и как раз имеет не только положительные вещи, но и отрицательные. Хотя, с другой стороны, научный прогресс настолько действительно серьезно вошел в нашу жизнь. Еще буквально совсем недавно мы не думали даже о том, что у каждого будет персональный телефон, а уже сегодня это просто персональный личный компьютер и умный дом, и умное расписание, и умный помощник у тебя в кармане. И, конечно, от этих благ уже совершенно не хочется отказываться полностью никак, но тем не менее все, что мы делаем, оно имеет и вторую составляющую вреда здоровью, вреда природе. И, выполняя все эти вещи, настраивая деятельность, мы не должны ни в коем случае об этом забывать и рассматривать и снижать негативное влияние. Именно об этом, о социальных, о экологических проблемах мы сейчас поговорим на нашей второй дискуссии. И я представляю слово нашему модератору Елене Анатольевне Паристовой, которая эту дискуссию проведет. Пожалуйста, Елена Анатольевна. Добрый день, коллеги, гости, уважаемые. Предлагаю начать тема нашей дискуссии «Устойчивые аспекты жизнеобеспечения общества». И открыть нашу дискуссию мы предлагаем Долгушину Александру Борисовичу, кандидат экономических наук, старший научный сотрудник Международного научно-исследовательского института устойчивого развития. Какие же модели устойчивого развития используются при работе с отходами в биосферных циклах? Пожалуйста, Александр Борисович, Вам слово. Спасибо. Приветствую всех. Спасибо за то, что пригласили и разрешили выступить. Можно презентацию включить, пожалуйста. Предварительно вот начну с того, что все мы постоянно и все чаще слышим про устойчивое развитие и что это такое. И многое уже делается. И один из ярких тому примеров – это так называемый ESG. Я в своих исследованиях погрузился в эту тему очень глубоко. Изначально предмет моего исследования является экономика западного цикла. И чтобы разобраться, что это такое и как на практике эту экономику реализовывать, пришлось очень сильно докопаться в саму концепцию устойчивого развития, на котором базируется, собственно, циклическая экономика. Следующий слайд. А могу сам. Вообще, сегодня до сих пор еще нет четкого и внятного определения устойчивого развития. То, что мы с вами знаем в виде цели устойчивого развития, которая действует с 2015 по 2030 год, это, могу вас разуверить, это всего лишь временная очередная интерпретация устойчивого развития. После 2030 года будет новая его интерпретация. Но все-таки она движется вперед, идет развитие, идет ее усовершенствование. И в том числе и научные исследования в этом направлении двигаются все больше и больше. Проще говоря, устойчивое развитие – это такое развитие, которое удовлетворяет потребности в настоящее время, но не ставит под угрозу способность будущих поколений удовлетворять свои способности и потребности. Это было такое определение, сегодня им пользуются, но оно уже, на мой взгляд, недостаточно хорошо отражает саму концепцию устойчивого развития. Потому что здесь же, даже бегом взглядаю, видно, что первая очередная цель – это потребности. То есть опять идет уклон в сторону общества употребления. У нас, между прочим, в Российской Федерации, в этом направлении, в источном развитии, очень мы далеко продвинулись. У нас хорошие ученые, научные базы есть. Мы участвовали во всех этих конференциях, когда это все создавалось, в том числе и цели устойчивого развития. У нас даже был указ президента о концепции перехода Российской Федерации к устойчивому развитию, но, к сожалению, он в итоге так не зашел в том виде, в котором изначально он инициировался. А в нем, между прочим, было обознательно нашими учеными, помимо собственного определения устойчивого развития, это когда стабильное социально-экономическое развитие, не разрушающие свои природные основы. То есть улучшение качества людей должно обеспечиваться в тех пределах хозяйственной емкости биосферы, превышение которой приводит к разрушению естественного биотического механизма регуляции окружающей среды и ее глобальным изменениям. А что это говорит? Это говорит о том, что экологическая составляющая в триаде социально-эколого-экономического развития или устойчивого развития, как рисуются у нас три кружочки, как представляется устойчивое развитие сегодня, это три пересекающихся круга. И устойчивое развитие – это баланс этих трех кругов. Это неверно. Основной круг – это экологическая подсистема. И тогда устойчивое развитие должно моделироваться не в таком виде, как нам принято считать. Где-то около 12-13 лет назад, в том числе и наши ученые, пришли к выводу, что устойчивое развитие – это не пересечение трех составляющих, а это взаимозависимая череда трех составляющих, в основе которой лежит экологическая система. Это в корне меняет представление о развитии этих трех систем. Об этом указывали и Данилова Данильяна, и Владимир Михайлович Захаров. Кто их знает, поймет. Я пошел немножко дальше в своем исследовании, попробовал акцентировать внимание на то, что было сказано предыдущими учеными о том, что устойчивое развитие может быть только в пределах несущей емкости биосферы. Что это такое? Значит, в природе есть собственные природные силы, которые самовосстанавливаются. Они вечно перерабатывают отходы, в том числе и наши, перемалывают через себя, грубо говоря, и направляют их либо в костное вещество и оседают, либо возвращают в биотические циклы. Я сделал акцент на этом и обнаружил, что тогда получается устойчивое развитие, у него есть свой предел. То есть предел мощности этой системы является пределами развития вообще, неважно, какого устойчивого или нет. Тогда в таком случае допустимое развитие является пределом развития, в том числе и устойчивое. Но если увеличивать несущую емкость, то есть восстанавливать сами мощности природных экосистем, направить их на восстановление, то устойчивое развитие опять может быть продолжено. Вернадский различал четыре компонента биосферы. Живое вещество, биогенное вещество, костное вещество и биокостное вещество. С точки зрения основ экономики производства, костное вещество – это исходный ресурс. Биогенное вещество – это готовые продукции или отходы. Биота – это производственные мощности по преобразованию вещества и саморазвитию. А биокостное вещество – среда, предоставляющая экосистемные услуги, где и происходит этот уникальный процесс развития жизни. То есть, грубо говоря, это переложенные на экономические понятия процессы, происходящие в биотике. Биота устойчиво развивается, осуществляет переноску костного вещества в живое и биогенное за счет энергии солнца на протяжении миллиардов лет. То есть, экологическая система обеспечивает производство ресурсов и услуг, социальная подсистема любого вида организма, в том числе и человека, представляется в модели как популяция. Таким образом, экологическая подсистема является совокупностью социальных подсистем различных видов живых организмов. Социальная подсистема, являясь частью экологических, функционирует по общим механизмам и стремится в своем развитии к увеличению численности. Это свойственно всем живым организмам, включая людей. Для обеспечения биологических потребностей в росте численности популяции им свойственно вести хозяйственную деятельность. Обустройство, обогрев жилища, поиск или производство пищи. Это свойственно не только людям, но и другим животным и другим организмам, которые составляют, по сути, их экономические подсистемы. То есть, получается, муравейник – это тоже экономическая система, только для муравьев. Для ее функционирования и росту нужны природные ресурсы и экосистемные услуги. Отличие экономической подсистемы заключается в том, что в результате своего развития она изымает ресурсы и экосистемные услуги иных подсистем. Образно говоря, экологическая подсистема или биосфера представляется как множество социальных подсистем со своими экономическими подсистемами. То есть, по сути, планета Земля – это множество социо-эколога и экономических систем, различных видов организмов, которые конкурируют друг с другом и вышибают, и замещают друг друга. Сегодня, как мы знаем, человеческая система выжимает другие социально-экономические системы, и в том числе и пределы экологической емкости. В этом-то и суть проблемы. Следовательно, для устойчивого развития необходимо расширять возможности допустимого как на самой планете Земля, так и ее пределы. Единственный вариант у нас – развивать жизнь не только сохранять ее на планете и способствовать развитию ее мощностей, но и распространять жизнь на другие миры. Я попробовал применить эту концепцию, я назвал концепцию допустимого развития, применить ее на циркулярную экономику. Так появилась модель цикличности вещества на основе концепции допустимого устойчивого развития. Возвращаясь к предыдущим слайдам, в моем представлении устойчивого развития – это те же самые три системы, но выглядят они в ином виде в моем представлении, как объемные объекты, взаимозамещающие друг друга, что я пытался это рождить на схеме. То есть при росте экономической подсистемы она давит на социальную, та в свою очередь давит на экологическую. Но при этом в самой экологической подсистеме, когда сегодня говорят про циклическую экономику, говорят почему-то только про вторичное сырье, которое можно вернуть в хозяйственный оборот. И забывают о том, что экологическая экосистема сама по себе огромный завод по переработке отходов, и в ней тоже нужно сырье. И мы вместо того, чтобы… мы можем туда направить большое количество сырья для восстановления самой экологической подсистемы, с одной стороны, а с другой стороны, это намек на то, что не надо уничтожать сами мощности этого завода, который это дело перерабатывает. Например, рубка леса – это будет уничтожение самого, грубо говоря, одного из цехов этого завода. На практике, если все это приземлить, всю эту теорию, на практике, например, в настоящее время существует большое число используемых методик оценки устойчивости по различным системам индикаторов, в том числе и разработанные в ООН. Но они все несовершенны. Они имеют свои ряд преимущественных недостатков, об этом пишут, говорят. Например, там те же самые системы индикаторов устойчивого развития Комиссии ООН, индекс человеческого развития, индекс живой планеты и так далее. Оптимальная методика до сих пор не разработана, и во многих работах, посвященные этой проблемой, критикуется однофакторность. Например, только со стороны социальной, как индекс человеческого развития, или экологической, как индекс живой планеты, составляющих устойчивого развития. Некорректные индикаторы, например, ВВП, доллар США, они тоже являются некорректными и не могут определять те процессы, которые происходят в социоэкономической системе. Поэтому, в общем, недостаток методов интегрального индекса устойчивого, учитывающий экономическую экосистему, является применение финансовых индикаторов, например, до положения в долларах США. То есть, для меня, например, как эколога с 20-летним стажем, как только я вижу сообщение, что какая-то компания вложила столько-то миллиардов в экологию туда-туда, для меня это сразу звоночек, что это, скорее всего, будет гринвошингом. То есть, эффективность этого мы не можем измерить. Мы, экологи, не в долларах измеряем эффективность экологических программ. Поскольку основной подсистемой в триединенных концепциях устойчивого развития является экологическая система, на которой базируются и социально-экономические ее подсистемы, предлагается оценивать устойчивость развития социоэколого-экономических систем, то есть устойчивого развития, с помощью показателей, отражающих действия фундаментальных законов природы. Потому что таких, как, например, я предлагаю основываться на закон сохранения массы и энергии, все процессы внутри социоэколого-экономической системы можно измерить в этих единицах измерения. И они будут более правдоподобны, потому что тонна одного вида вещества, она и через миллион лет и останется этой. А доллар в США нет. Поэтому измерять устойчивое развитие надо в этих единицах на основе экологической подсистемы. Вот классическая модель циклической экономики. Кто знает, это называется схема бабочки Элена Маккартера. Она используется уже с 2012 года как классическая модель циклической экономики. Циркулярной экономики замкнутого цикла. Но в ней есть два недостатка. Первый – это наличие захоронения отходов. То есть подразумевается, что все-таки это не циклическое, а какое-то что-то как-то. Все-таки какие-то отходы образуются, и они будут захораниваться. Это в корне меняет саму концепцию циклической экономики, при которой циклы бесконечны. И 100% вещества преобразуется в крылья бабочки. Наличие вот этого захоронения отходов на сегодняшний день к чему привело на практике. На практике – это значит, что когда государство разрабатывает государственные программы по цикличке, оно в том числе включает мероприятия по строительству полигонов ТКО. То есть мы строим свалки в рамочке под циклической экономики. И это делается не только у нас. Второй аспект, который, считаю, тоже недостаточно раскрыт в этой схеме – это регенерация биосферы. Вот она как бы упоминается, но по факту в циклической экономике она не упоминается. То есть когда дело доходит до дела, об этом не говорят. Говорят про утилизацию, переработку – это, между прочим, самые крайние и самые нехорошие, так сказать, циклы. Самые хорошие циклы – это когда отходы предотвращаются, а не перерабатываются. Если образно можно представить тогда циклическую модель схемы бабочки с третьим крылом бабочки, я его немножко выделил и обозначил, что циклическая экономика, если возвращаясь к модели концепции устойчивого развития, то должно быть, наверное, и тоже три основы. То есть помимо классической экономики замкнутого цикла, где перерабатывается пластик, бумага и так далее, все это обратно или фотофторно используется. Вторая модель – это где органические вещества используются в народном хозяйстве в виде удобрения для сельского хозяйства или как энергия, биогаз. То третье крыло, которое пока никто о нем не говорит, это как раз возврат вещества и отходов в биосферные циклы. То есть если мы, 98% отходов – это инертные и малоопасные отходы, я имею в виду и отходы производства и потребления, на схеме это усредненный морфологический состав ТКО, то есть отходов потребления, в них тоже 80% – это не опасные, малоопасные, по сути инертные отходы, кости, камни, бумага, органика. Основное – это органика. Если мы направим эти отходы в восстановление экосистем, то таким образом у нас зацикливаются все виды отходов, и мы тогда будем знать, какие отходы у нас не зацикливаются вообще, и мы не будем их производить. А с другой стороны, это широкий вектор направления использования огромного количества, образуемых миллионов тонн отходов на рекультивацию опустыненных земель, промышленных зон, на субстраты почвенные, в том числе для посадки, восстановления лесов. И это проблема глобальная, в том числе и у нас в стране. И вот предлагаю использовать эту модель устойчивого развития на примере циклической экономики для того, чтобы государству намекнуть о том, что экономика замкнут циклы – это не только про переработку баночек и бутылочек, а это еще и комплексная задача, которая должна решаться уже сегодня и пролонгироваться на десятки лет, и с этим надо будет постоянно ее поддерживать и жить. Спасибо за внимание. Некоторые источники литературы... Спасибо большое, Александр Борисович, за интересный доклад. Так, а мы двигаемся дальше. И такой у нас вопрос. Какие же проблемы выбросов в окружающую среду становятся опасными для человека и как снижать уровень опасности? Слово предлагается Евгении Викторовне Сухаревой, доктор экономических наук, профессор кафедры экономики Национального исследовательского университета МИИ. Пожалуйста. Большое спасибо тоже за приглашение. Можно, пожалуйста, презентацию. Александр Борисович уже рассказал частично то же, что я хотела рассказать я, поэтому я не буду на этом останавливаться, постараюсь пробежать побыстрее. Да, ну проблема вообще выбросов, она обсуждается давно. На прошлой неделе, да, неделю назад, в прошлый четверг в Дубае открылась очередная конференция ООН, да, об изменении климата, на которой как раз тоже обсуждали проблему глобального потепления, да, вследствие выбросов диоксида углерода. И вот на эту проблему существуют, да, две такие позиции, они противоположные, да. Первая говорит нам о том, что действительно у нас наблюдается повышение, да, среднегодовой температуры на планете. Это приводит к засухам, к неурожаям, приводит к таянию ледников, да, у нас размножаются гораздо быстрее бактерии, появляются новые болезни. И, соответственно, да, проблемы есть старые. Вторая позиция говорит нам о том, что никакого глобального потепления нет, а это всего лишь, да, выход планеты из ледникового периода к ее оптимальному состоянию. А, да, все, о чем говорят про экологические проблемы, это лишь скорее какое-то политическое манипулирование. Ну, какое-то единое мнение я не придерживаюсь, да, я постараюсь как бы характеризовать и с одной, и с другой стороны. Если говорить, да, про структуру выбросов, парниковых газов, да, то наибольшая доля выбросов у нас приходится на энергетический сектор, на добычу топлива, его использование, промышленность и транспорт, да, который тоже использует углеводородное топливо. Примерно около 70% цифры по миру и по России, да, они примерно одинаковые. Россия сейчас вообще находится на пятом месте, да, среди всех выбросов антропогенных. Если мы посмотрим на структуру выбросов парниковых газов, да, то большую часть, более 70% у нас занимает диоксид углерода, углекислый газ. Как раз, да, по нему эти спорные мнения присутствуют, да, но есть и другие вредные вещества, которые, да, оказывают наиболее сильное воздействие, они являются, там, какие-то канцерогенные, да, оксиды серы, оксиды азота и так далее. Да, то есть, безусловно, проблема есть, не нужно как-то бороться. Давно обсуждается, да, эта проблема. Еще в 92-м году была принята рамочная конвенция ООН, да, об изменении климата. И с 95-го года проводятся ежегодные конференции ООН. В 2001 году выдвинуты 8 целей развития тысячелетий, да, среди которых уже была обозначена тоже проблема экологической устойчивости. Да, они должны были быть достигнуты до 2015-го года. В 2015-м году к ним на смену пришли как раз, да, 17 целей устойчивого развития, но Александр Борисович очень хорошо рассказал, поэтому я на этом, да, не буду останавливаться. Хочется отметить такие основные документы, да, которые приняты, да, большинством государств. Помимо рамочной конвенции, это Киотский протокол, в 2007-м году он принят, да, в нем устанавливают механизмы гибкости, да, это совместное осуществление проектов, механизм чистого развития и системы торговли выбросами. И в 2015-м году принято Парижское соглашение, да, в котором государства приняли на себя обязательства по сокращению выбросов. Но если говорить, да, о том, насколько реализованы эти международные соглашения, то многие страны озвучили такие колоссальные цифры, которые, на мой взгляд, достичь будет практически невозможно. Опять же, в Дубае на прошлой неделе говорилось о том, что к 2050-му году планируется сократить потребление нефти и газа на 75%, да, в пользу отказа, в пользу чистых энергоресурсов. Мне кажется, что это практически нереальные цифры, да, потому что отказаться от углеводородных источников для большинства стран мира не представляется возможным. Здесь вот как раз и возникает вот то политическое манипулирование, о котором, да, тоже многие говорят, которое диктуется, да, над западным сообществом. Если мы посмотрим на европейскую часть, да, то там очень небольшие государства по территории, да, они густо населены, у них довольно высокий уровень жизни, и они могут позволить себе использовать такую, да, чистую, дорогую энергию. Но переход на... у них нет, да, больших запасов своего традиционного топлива, поэтому им приходится, как бы, тоже использовать, там, возгновляемые источники энергии, чтобы попытаться, да, повысить свою энергетическую независимость. Но для большинства других стран, да, это может оказаться невозможным, в силу того, что у них, допустим, очень индустриальная направленность, да, страны ниже уровень жизни, или там просто не хватает финансирования для реализации каких-то климатических проектов. И поэтому, да, тоже есть мнение, что, как бы, западное сообщество, оно для того, чтобы повысить, да, свою конкурентоспособность на мировой арене, оно пропагандирует вот эту вот зеленую энергию. Ну, безусловно, да, в этом во всем тоже нужно участвовать и с политической точки зрения. Помимо различных, да, технических проектов по сокращению выбросов, есть еще экономические механизмы, как раз, да, которые основываются на принципах гибкости Киотского протокола. Ну и самые основные – это система торговли квотами и углеродные налоги. Да, здесь вот таблицы представлены, особенности разных стран, да, каждая страна по-своему подошла к реализации углеродных механизмов. Да, если говорить про систему торговли квотами, да, то первая биржа у нас появилась в 2003 году в Чикаго, в США. Вот сейчас за статус наиболее развитой, наиболее крупной биржи борются Евросоюз и Китай. У них подходы отличаются, да, в Евросоюзе единая биржа, да, для всех европейских стран. Задолго, да, она считалась как-то наиболее развитой. Вот сейчас стоимость квоты, стоимость квоты на бирже постоянно растет, да, сейчас у нас стоит порядка 86 евро за тонну, и говорят, что на следующий год, да, опять же повысится, там примерно еще на 10 евро, да, раньше темп был гораздо больше, да, но сейчас немножечко экологические проекты отошли чуть-чуть, да, на второй план. Вот поэтому темп роста квоты замедлился. В Китае нет единой биржи, там несколько бирж, которые реализуются, да, возле территориально, да, возле крупных промышленных городов. Ну и немножечко остановлюсь на России, да, в России пока нет ни биржи, ни углеродного налога. В 21-м году начался, в конце 21-го года начался пилотный проект на Сахалине, сейчас там мониторятся, да, выбросы, будут введены тоже квоты, и пока у нас, да, разрабатывается только система торговли квоты, углеродный рынок. Вот, и хотелось бы выделить еще один проект, который, на мой взгляд, да, для нашей страны окажется самым благоприятным. Наша страна обладает большой территорией, да, у нас много лесов, почвы и леса, они способны поглощать углекислый газ, да, этот процесс называется секвестрацией. И вот такие новые карбоновые предприятия, новый карбоновый бизнес, который сейчас формируется, мне кажется, позволит России выйти на мировую арену, да, с своим конкурентным преимуществом. Сейчас у нас в стране уже более 10 карбоновых предприятий ферм, которые пока занимаются только изучением, да, секвестрационного потенциала, как можно его использовать. И вот, мне кажется, вот эти вот углеродные единицы карбоновых предприятий, да, наряду с зелеными сертификатами от возобновляемых источников, это может стать одним из основных источников для финансирования наших экологических проектов. Спасибо. Спасибо большое, Евгения Викторовна. Коллеги, может быть, есть вопросы к нашим спикерам? Пожалуйста, представьтесь. Да, Александр Васильевич, Политехнический университет. Вы знаете, всё-таки, понимая регламент, но всё-таки вопрос, вы знаете, параллельно вот исследованиям, которые ведутся в области вот той, о которой вы докладывали, предыдущий докладчик, сейчас появилось уже достаточно много исследований, которые говорят о том, что вот чистая энергия, ну, например, электромобиль, но возникает вопрос, надо изготовить аккумулятор литий-ионный, а потом возникает колоссальная проблема их утилизировать. Есть ли у вас, ну, я могу сказать, солнечная батарея, аналогично, аналогично. Есть ли у вас какие-то количественные данные вот этой весовой категории? То есть, с одной стороны, экологически чистая энергия, да, а с другой стороны, вот если посмотреть на последствия её, ну, например, ещё раз говорю, утилизация аккумуляторов, так что выгоднее? Есть у вас такие цифры? Потому что я сталкивался, ну, очень, очень, ну, не занимаюсь в этой области. У меня по утилизации нет, у меня есть данные по потере. То есть, для того, чтобы произвести электроэнергию, которая потом будет использоваться в электромобиле, да, тут гораздо будет больше процентов потерь, чем если мы будем использовать, там, обычное углеводородное топливо, бензин тоже. Да, то есть, в этом случае ущерб для экологии будет нанесён гораздо больше. А об этом вот где-то публично это звучит, или это как-то аккуратно в кулуарах? Да, да, есть данные, если вам надо, я могу вам потом... Да вот хорошо бы, потому что, знаете, вот следуя из такого доклада, да, то есть следует, я не в ваш адрес, я имею в виду, что всё здорово, давайте переходить на экологичную, на чистую энергию, но если рядом сделать диаграмму, а во что она обходится, то все скажут, извините, так этим нельзя заниматься. Даже в учебниках у нас для студентов даже прописаны вот эти проценты по потерям. Понятно, спасибо. Чем обосновывается необходимость внедрения климатических проектов при геолого-геофизических работах? Слово предоставляется Басовой Евгении Денисовне, научный сотрудник Федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт проблем нефти и газа Российской академии наук. Пожалуйста. Всем здравствуйте. Спасибо большое за приглашение. И, наверное, сегодня я бы хотела поговорить чуть шире, чем георазведочные работы, потому как необходимость внедрения климатических проектов на данный момент обосновывается не только, грубо говоря, спасением планеты, то есть экологической устойчивостью, но и имеет под собой большой потенциал как экономическая устойчивость для предприятий и бизнеса в целом. Я бы тоже хотела, наверное, попросить презентацию, но в целом можно начать и без нее. Итак, что такое климатические проекты и зачем это нужно? Климатические проекты – это программа, которая введена в Российской Федерации не так давно. И смысл в чем? Законодательство Российской Федерации по теме парниковых газов по поводу управления и сокращения выбросов решительно ужесточается. Но до конца нет никаких карательных мер за превышение квот. Потому как даже квоты до сих пор не сформированы. Но, как говорил предыдущий спикер, сейчас происходят эксперименты на сахарине. Но, тем не менее, парниковые газы выпускаются в атмосферу, и эту проблему необходимо решать. Для того, чтобы сократить выбросы, нам нужно сокращать рабочие мощности предприятий. Давайте согласимся, что тогда предприятия внесут учеб. Но что мы можем сделать по-другому? Мы можем ввести климатические проекты, которые при внедрении помогут не только спасти планету, но и увеличить прибыль компании. Каким образом? При введении климатических проектов бизнес может получить льготы, субсидии и инвестиции. Так, например, субсидии могут выделяться на оборудование, используемое для внедрения климатического проекта. Однако, например, при георгоразведочных работах то же самое оборудование может быть потом использовано при работе компании. Второй пункт – это избегание налогов, платежей и штрафов. Особенно остановимся на платежах, которые все больше и больше увеличиваются. Особенно обратим внимание на трансграничный углеродный платеж, который необходимо платить при транспортировке продукции в Европу, если она не является углеродно-нейтральной. Естественно, продукты георгоразведочных работ – это углеводороды, которые априори не могут быть углеродонейтральными, если мы их таковыми не сделаем. Сейчас у нас выделяются несколько инструментов государственного регулирования. Это как поддержка в виде субсидий, это контроль над деятельностью зеленых предприятий, материальная поддержка приоритетных отраслей в форме долевого участия, а также торговля квотами на выброс. И в Российской Федерации, насколько я знаю, все-таки это немножечко уже есть. Замена оборудования, которое может быть инвестировано за счет государства компании, создание программ утилизации и переработки отходов, а также выделение большого количества государственных образовательных программ в этой области. Итак, подытожим. Климатические проекты – это возможность компенсации выбросов, это оценка рисков и возможностей, связанных с воздействием экосистемных услуг на бизнес, и возможность получения прямого финансирования в рамках схем ответственного финансирования. А также сейчас любой бизнес, прибыль которого превышает 50 миллиардов рублей в год, обязан ввести нефинансовую отчетность. 1 ноября полностью введен этот закон, но для того, чтобы финансовая отчетность была качественной, необходимо, чтобы компания была экологичной. Климатические проекты – это способ быть экологичным. Что касается торгов углеродными единицами. Мы можем торговать как внутри страны, так и за границу. Российская Федерация – это огромная страна, где есть множество возможностей для реализации климатических проектов, и результат реализации и верификации климатического проекта – это свободные углеродные единицы, которые компания может засчитывать себе, а весь перерасход продавать на рынках, причем и за границу тоже. То есть таким образом мы можем компенсировать выбросы Китаю и Индии, которым это сделать на своей территории достаточно сложно. Кроме того, экология – это один из пунктов ESG. Китаю и Индии – это, соответственно, Environment, и присоставление рынкингов компаний – это огромный фактор, то есть один из трех. Для того, чтобы повысить рейтинг нефтегазовой компании, достаточно внедрять климатические проекты, получать таким образом очередную букву B или переходить из категории B в A, и таким образом повышать свои рейтинги. Потому что, как мы видим на этом графике, например, такие компании, как «Газпром» и «Роснефть» за последний год потеряли очень много пунктов. «Роснефть» практически ушла на 50 позиций вниз. Это все говорит о том, что просто такая крупная компания, к сожалению, не обращает внимания на этот важный фактор. И всего лишь внедрение климатических проектов способно добавить как минимум еще одну букву B по позиции экологии, то есть Environment, и повысить рейтинг как минимум на 15 позиций вверх. ESG-рейтинг в России – это пока сложная система, потому как банки не учитывают это в обязательном порядке. Но, во-первых, пока, а во-вторых, все, что касается иностранных инвестиций, это очень большое влияние оказывает. Вот. И на данном слайде я подготовила полный обзор уже существующих проектов и также разработала несколько своих идей. В чем суть в целом климатических проектов? Это такой проект, в результате которого поглощается углерод, метан, фермер спорниковых газов. Какие самые интересные, недорогие, но при этом очень результативные проекты? Одни из самых интересных, на мой взгляд, это, например, ферма «Моллюска». Потому как у нас, у наших нефтяных компаний есть лицензионные участки, в том числе на акватории. Если вокруг добывающих скважин мы натягиваем сетки и селим туда моллюсков, которые очень хорошо самовосполняются, мы одновременно и фильтруем воду, накапливаем СО2 в их раками, и одновременно это питательная среда для дальнейшего развития и поддержания экосистемы и биоразнообразия. Восхитительные идеи можно почерпнуть из зарубежного опыта, например, от цеполевиновых пляжей. В данный момент последние разработки – это то, что оливин способен улавливать и всасывать в себя СО2, если он находится на открытом воздухе из-за своих сенсационных способностей. Если мы часть пляжей на поверхности осыпаем оливином, то таким образом мы буквально природным образом забираем СО2 из атмосферы, а дальше в процессе гидродинамики у нас этот оливин смывается в море, и таким образом мы захороняем его практически навечно. То есть все в геологических условиях это захороняется и уходится в толщу. Также очень интересные проекты по ограждению, то есть формированию барьеров на акватории из мусора. То есть тот мусор, который мы не можем переработать, мы способны ограждать от дальнейшего развития мусора, от дальнейшего распространения углеродных пленок нефтяных и так далее. И это тоже считается за климатический проект. Таким образом, если мы реализуем хотя бы одну из этих идей и верифицируем ее, то наша компания может получить углеродные единицы, которые в дальнейшем она может засчитывать себе избежать налога, засчитывать себе избежать платежа при торговле, она может торговать им сама напрямую, а также при реализации этих проектов компания способна получить субсидии, льготы и инвестиции. Поэтому, мне кажется, очень здорово внедрять климатические проекты, тем более на самом деле их реализация не так сложна, а результат, как вы видите, прекрасен. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Евгения Денисовна. Коллеги, вопросы? Если вопросов нет, спросим, Людмила, как идет дело с подключением? Людмила Сергеевна сможет к нам подключиться? Отлично. Итак, я напомню, Людмила Сергеевна Бауэр, исполнительный директор благотворительного фонда борьбы с диабетом, город Казань. Очень Людмила Сергеевна хотела к нам присоединиться очно, но не смогла и будет онлайн. Мы очень на это надеемся. Выступит с докладом «Социальная ответственность общества перед людьми с диабетом». Мы подключаемся, пробуем. Немножечко о фонде расскажу. У меня у самой сахарный диабет уже много лет, и вся наша команда ведет с сахарным диабетом, поэтому мы занимаемся проектами и помогаем любить сахарный диабет. Уже 8 лет, и у нас достаточно большие уже проекты. У нас, нашему сообществу, уже порядка 64 тысячи процентов, 64 тысячи людей, которые подписаны на наш канал, и постоянно там общаются и помогают. Мы создали онлайн-ч полу диабета, она у нас тоже очень активно проходит. Люди пользуются, и есть спрос. Также мы создаем еще и программы, это приложения, которые помогают людям с сахарным диабетом. Поэтому мы всячески способствуем, чтобы помогать людям с сахарным диабетом. Перейдем все-таки к основной теме, это социальная ответственность общества. Я разделила на три группы, это государство, бизнес и общество. Знаете, несколько дней назад мы узнали о том, что в последнее время, скажем так, идет смена препаратов аналогов с одного на другое. И, к сожалению, у людей не спрашивают, хотят они этого или нет. Но сейчас все пациентские сообщества бьют тревогу, потому что люди не хотят переходить на препараты. Нет никаких проверок, нет никаких доказательств, что это может пройти бесследно, наоборот, даже лучше для пациента. Поэтому, конечно, мне кажется, самое главное из тех, что я написала здесь, ответственности государства, это прежде всего, когда мы принимаем какие-то законы, принимаем, когда мы разрабатываем какие-то стандарты, мы должны думать о людях, насколько это будет плюс им. Понятно, мы, как представители государства, должны посчитать расходы, которые будут затрачены, но мы должны понимать, что если неправильно принято лечение, оно может привести к большим последствиям, к плохим. И мы еще больше потратим денег на лечение таких последствий. И поэтому я считаю, что социальная ответственность, если говорить о государстве, то это, конечно же, вступать в разговор с пациентскими сообществами и все-таки думать о пациентах. Сейчас идет пациента ориентированность. Я очень надеюсь, что мы будем услышаны, и что изменения в федеральных законах по поводу взаимозаменяемости препаратов, она будет услышана, и будут внесены поправки о том, что нельзя менять препарат даже внутри аналогов без согласия пациента и без медицинских показателей. По поводу бизнеса. К сожалению, да, за последние два года сейчас много всего произошло, даже во время ковида бизнес поднесло конкретно, хорошо. Но, несмотря на это, бизнес тоже является социально ориентированным, и они неоднократно это показывают. Некоторые компании, например, «Пятерочка», мы там проводили скрининг сахара в крови, они очень активно взаимодействуют, они делают центры содействия и проводят разные проекты, помогают НКО, волонтерам, чтобы как можно больше людей могли получить помощь. То есть они не только продают товары, но они еще и людям помогают. То есть вот это говорит о социальной ориентированности. Мы измеряли сахар в крови, например, «Пятерочка», у людей выявляли сахарный диабет, рассказывали им об этом серьезном заболевании. И все представители «Пятерочка» нам говорят, мы вас ждем, конечно же, для нас очень важно, чтобы посетители были здоровы, и чтобы наши сотрудники были здоровы. Потому что у одного из сотрудников был тоже диабет, очень высокие сахара, и ко мне даже подошел директор, и она говорит, рассказывайте, что нужно сделать данному сотруднику. Потому что я хочу, чтобы она была здорова, и чтобы как можно дольше она проработала у нас. И для меня на самом деле это было очень удивительно, слышать такие слова от директора, и я очень рада, что такие директора есть. Мне очень нравится, что в бизнесе развивается программа ДМС, дополнительно осматривают людей. Ну и, конечно же, есть благотворительные программы, когда коммерция подписывается. У нас есть уже опыт взаимодействия с коммерческими программами, когда они говорили, давайте мы поможем, как помочь людям с диабетом. Да и не только с диабетом, поэтому социальная ответственность, я очень хочу, чтобы она развивалась в наших компаниях. Иностранные компании показали это, теперь давайте развивать и в российских компаниях. Ну и, конечно же, общество. Это мы с вами здесь находящиеся. Я знаю, что много здесь людей, которые не представляют ни государства, ни бизнес, но вы работаете в разных структурах, и возле вас могут находиться люди с сахарным диабетом. И, конечно же, мне бы очень хотелось, чтобы вы знали, что самое главное – это человек, который рядом с вами, а не его диагноз. Поэтому не делайте акцент на диагнозе человека. Поговорите с ним, пообщайтесь, узнайте этого человека получше. Если вы хотите задать какой-то вопрос ему, то уточните, как он отреагирует, подумайте, как он отреагирует на этот вопрос. Стоит ли его задавать, насколько он будет корректен. Потому что очень часто люди себя ведут неправильно в отношении с другими людьми. И вот здесь тоже наша с вами социальная ответственность. Не навязывайте советы. И сейчас я говорю не только о людях с сахарным диабетом, с которыми вы будете общаться, а вообще, если вы разговариваете, то подумайте, нужно ли давать совет этому человеку. Насколько вы профессионально можете дать. Насколько вы готовы нести ответственность за тот совет, который вы дадите. Не пытайтесь утешать и все время пытаться всячески помочь человеку. Знаете, иногда наша с вами помощь не совсем нравится людям. Я неоднократно ездила в Нижний Новгород. Там у них какую-то территорию ритма. Может быть, кто-нибудь слышал. Роман Кономаренко, это он сам, скажем так, в детском возрасте он потерял, упал с дерева. Или сгорожание, помню. Короче, повредило очень сильно позвоночник. Сейчас он на коляске. Он представитель депутата Единой России. Он социальный предприниматель, директор НКО. И вот он каждый год собирает людей с инвалидностью на территории Нижнего Новгорода. И пока помогает им в реализации социальных проектов. И он меня научил, говорит, не помогай тем, кому помощь не нужна. Во-первых, они это не оценят. А во-вторых, это будет иногда на затрате для себя. И иногда мы обижаем людей своей помощью. Поэтому вот эта социальная ответственность общества перед людьми, у которых есть какой-либо диагноз, я бы, конечно, хотела, чтобы вы это знали и запомнили. Ну, а если у вас есть сахарный диабет, или есть родственники, у которых есть сахарный диабет, то, конечно же, мы всячески помогаем, мы подсказываем, проводим эфиры, делаем разные проекты. И мы готовы помогать, если помощь вам нужна. Еще раз благодарим Людмилу Сергеевну Бауэр за интересные сообщения, за интересный доклад. Действительно, социальная ответственность очень важна для каждого из нас. И не только перед людьми с сахарным диабетом, но и перед другими людьми с различными заболеваниями. Итак, я хотела предоставить слово и предоставляю его Марии Борисовне Баловой, кандидат исторических наук, доцент, ведущий научный сотрудник Всероссийского научного исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России, Федеральный центр науки высоких технологий. Каким образом можно повлиять на повышение уровня устойчивости системы жизнеобеспечения населения в чрезвычайных ситуациях? Пожалуйста, Марина Борисовна. Мария Борисовна, извините. Добрый день, уважаемые коллеги. Очень рада участвовать сегодня в таком мероприятии. Я представляю ведомственный институт научно-исследовательский, это ведомственный институт МЧС России. И, естественно, да, что основное направление наших исследований это гражданская оборона и чрезвычайные ситуации. И я думаю, что все мы, да, когда видим очередные известия о том, что где-то произошло землетрясение, где-то произошло наводнение, где-то какой-то сильный пожар, да, мы задумываемся, да, не только почему это произошло, но мы, наверное, оцениваем действия тех людей, которые принимают участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций и анализируем, как они действовали, почему, задаемся вопросом, почему они действовали именно так. Естественно, один из основных вопросов, который возникает, это можно ли было каким-то образом предусмотреть эту чрезвычайную ситуацию, можно ли было минимизировать последствия, особенно когда речь идет о человеческих жизнях, да, и вот одно из основных направлений деятельности института нашего как раз связано с исследованиями в этой области, да, и направление это стандартизация. Ну, к сожалению, не очень у нас время позволяет, да, я не буду подробно останавливаться на стандартизации системы технического регулирования в Российской Федерации, скажу только, что в начале 2000-х годов в этой области было проведено реформирование, и у нас на сегодняшний день есть два основополагающих закона в этой области, это федеральный закон о техническом регулировании и федеральный закон о стандартизации в Российской Федерации. И вот в соответствии с этими законами, да, стандартизация – это деятельность по установлению правил и характеристик в целях их добровольного многократного использования, направленная на достижение упорядоченности в сферах производства и обращения продукции и повышения конкурентоспособности продукции, работы и услуг. И у нас здесь два основных понятия – это технический регламент, да, и стандарты, то есть технический регламент у нас устанавливает обязательные требования к продукции, работам, услугам, которые в первую очередь смотрят на то, безопасна ли, да, эта продукция для человека, и поэтому они устанавливают минимальные требования, обязательные для выполнения, а вот стандарты уже, они устанавливают те требования, которые являются, которые исполняются в добровольном порядке, но в совокупности выполнения стандартов оно обеспечивает выполнение технического регламента. Ну и, соответственно, вот наш институт, деятельность эта по стандартизации, она организована Росстандартом в рамках работы технических комитетов по стандартизации, и вот один из таких комитетов, 071 гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, он работает на базе нашего института, на базе ВНИГОЧС. Ну, надо сказать, что это, конечно, трудоемкая работа, поскольку в состав технического комитета входят представители большого количества организаций, и это представители федеральных органов исполнительной власти, государственных корпораций, научных и образовательных учреждений, некоммерческих, коммерческих организаций и компаний, и деятельность эту организует, да, и осуществляет методическое руководство Росстандарт, и, ну, вот здесь на схеме представлено, да, что базовой организацией является наш институт, мы организовали эту работу следующим образом, то есть у нас в структуре этого комитета есть несколько подкомитетов, деятельность которых выстроена в соответствии с направлениями научных исследований наших научно-исследовательских центров, есть один комитет, который курирует, деятельность которого курирует центр исследования экстремальных ситуаций, остальные подкомитеты курирует наш институт и, соответственно, наши научно-исследовательские центры. Кроме этого, у нас на нашей базе работает не только национальный комитет, да, технический по стандартизации, но организована работа по межгосударственной стандартизации, да, это межгосударственная деятельность межгосударственного комитета соответствующего и вместе с двумя другими комитетами, ну, здесь справа, если посмотрите, да, мы организуем работу по международной стандартизации в рамках международного комитета по стандартизации. Ну и, наверное, несколько слов, да, что наша, конечно, основная задача – это научные исследования нашего института, воплотить практическую плоскость, да, то есть, чтобы они способствовали разработке стандартов в различных сферах, которые связаны с нашей деятельностью. То есть, мы ведем секретаря секретаря от этого комитета. У нас утверждены научные направления по сферам компетентности научных центров, которые занимаются вопросами стандартизации технического регулирования. На базе института сформировано экспертное сообщество, да, которое занимается исследованием в этой сфере. Естественно, что один из основных вопросов – это, ну, вопросы финансирования, да, здесь, конечно, мы стараемся привлекать механизмы вне бюджетного финансирования, но в том числе у нас, естественно, основной источник – это финансирование научно-исследовательских, опытно-конструкторских и других работ с привлечением федеральных целевых программ и в рамках ведомственных планов. Ну, и здесь вот есть примеры научно-исследовательских работ, которые у нас утверждены в рамках этого направления, да, это развитие национальной системы стандартизации в области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, ну, и ряд других НИР, да, и опытно-конструкторских работ. Ну, и вот, должна еще сказать, что эти исследования у нас были обобщены в 2017 году в двухтомную монографию стандартизации в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций. Ну, и очень активно ведется работа по воплощению вот этих результатов научных исследований, по их внедрению в разработку, в первую очередь, конечно, национальных стандартов и межгосударственных стандартов. Ну, динамика обновления стандартов здесь представлена на слайде, ведь здесь еще важна работа не только по разработке и обновлению, актуализации стандартов, но и по их поддержанию в актуальном состоянии. То есть, вот, наша деятельность, она направлена в том числе на то, чтобы систематически отслеживать актуальность того или иного стандарта, что связано с изменениями технологии, с развитием науки и техники, да, то есть, все это двигается, все идет вперед. Разработана перспективная программа работ по стандартизации в области гражданской обороны и защиты населения и территории АЧС на 2020-2025 год, и в рамках этой программы каждый год разрабатываются и вводятся действия новые стандарты. Ну, вот стандарты, в частности, вот с 1 февраля 2023 года у нас ряд стандартов вступил в действие. Ну, вот, да, здесь вот обратите внимание, что здесь и безопасность не только вот связанная с чрезвычайными ситуациями такими глобальными, да, как землетрясения, там, наводнения, там, пожары и так далее, да, ну, вот, например, ГОСТ есть у нас в безопасности в чрезвычайных ситуациях карта спасения для транспортного средства, термины и определения, общие требования к кодификации, маркировки идентификации, да, то есть это карта спасения, которая позволяет при какой-то аварийной ситуации, да, или при автомобильной катастрофе, она позволяет максимально эффективно провести эвакуацию пассажиров и, ну, спасение людей, да, и ликвидировать последствия этой катастрофы. Так, ну, и завершая, я расскажу еще о разработке межгосударственных стандартов, да, то есть у нас в Межгосударственный технический комитет по стандартизации у нас есть ряд полноправных членов, наблюдателей. Основное назначение межгосударственных стандартов – это создание на межгосударственном уровне единой методической основы для разработки новых и совершенствования действующих систем качества и сертификации. И вот целый комплекс межгосударственных стандартов, которые разрабатывают специалисты нашего института, уже вступили в силу в 2023 году, и ряд из них вступает в силу в 2024-2025 годах. Ну, кроме этого, у нас запланировано до 2027 года разработка порядка 40 межгосударственных стандартов в этой области. Ну, коллеги, наверное, может быть, если есть вопросы, то, да, отвечаем. – Спасибо, Мария Борисовна. – Мария Борисовна, очень большое спасибо. Вот Национальный центр управления обороны, у них есть характеристики 137 классификаторов в чрезвычайных ситуациях. Соответственно, это локальный масштаб, региональный, межрегиональный, федеральный, и, соответственно, модели реагирования на те угрозы, и есть классификация опасности и угроз. Что интересует? Методология и методические рекомендации для школы, там, для личности человека, потому что основа безопасности жизнедеятельности, и вот как раз где найти вот этот контент, который мы можем в рамках лекции, бесед, работать с детьми, с взрослыми, для того, чтобы они могли понимать как раз матрицы угроз и модели реагирования на те или иные чрезвычайные ситуации. Спасибо. Где найти, да? Можно. И в целом, скажите, вот количественные характеристики и качественные, сколько у вас разработано в классификаторе чрезвычайных ситуаций, как они по градации распределяются, чтобы мы хотя бы понимали видение общей картинки по теме работы вашего института. Спасибо. Коллеги, здесь я, наверное, вам точные цифры не приведу, да, я могу сказать, что работа вот по разработке различного рода методических рекомендаций, она ведется в институте, я специально сегодня не готовилась по вот этому аспекту, да, но эта работа ведется, и эти методические рекомендации, у нас вообще очень плотно идет работа с территориальными органами, да, то есть вся вот эта информация, она констатируется в территориальных органах и, соответственно, направляется в региональные учреждения, то есть вот в первую очередь для того, чтобы вот эта информация обладать, да, надо установить, ну я полагаю, что эта работа ведется в регионах, то есть они занимаются вот распространением этой информации, ну и кроме этого есть же органы управления образованием, которые тоже эту работу ведут, и им систематически эта информация вся доводится. Спасибо коллеги, мы очень выбились из-за регламента, поэтому если позволите остальные вопросы на перерыв, перерыв буквально три минуты и мы перейдем к следующей нашей части, к оглашению победителей нашего конкурса и награждению их. Спасибо. 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 Спасибо.